Если вы подойдете, посмотрите варианты, если есть, что неправильно вытекает. А результаты нечего, что нечего, как вы знаете. Пропомогу, вот, возьмите работу, и закончите. И в этот момент я вас немного дезинформировала, я сказала, что 20 баллов максимум за эту работу, да? Но для того, чтобы у нас 20 баллов осталось на контрольную, заключительную работу, значит, за эту работу 15 баллов максимум. Значит, следующим образом, чтобы вам было понятно, как считалось. Значит, за 12 вопросов оценивались за максимум 1 балл, частично, например, там, надо было А и Б, указали только А. Пол балла получали. Вопрос, где вы расписывали либо странный, либо про метропейский союз, и 3 балла. Точно так же правильно 3 балла, не совсем правильно 1,5 балла, не совсем неправильно. А, значит, есть, кстати, говорят, среди вас, кто написал вообще блестящее, на все 15 баллов, а, значит, это Черкасовский, 4-102, и, по-моему, в другой момент Григорий Иванович, Григорий Иванович, Иванович, Григорий Иванович, Григорий Иванович, Григорий Иванович, В третьем варианте, там был вопрос, какие два признака соответствуют тоталитарным политическим системам. И среди вариантов ответа вообще-то правильные три варианта. Поэтому мы не записали два таких там или три, ну, не важно. Это какая-то информация, получается? Опять информация, да. Я поняла, что это не совсем правильно, потому что и наличие доминирующих институтов, и домогенная практическая культура, и высокий уровень массивия, это все, в общем-то, активность этой данной системы. Ну, все, да? Значит, продолжаем тему гражданского общества. В прошлый раз мы с вами начали рассматривать особенности гражданского общества в современной России и указали, что существуют проблемы с сохранением права в России. И, значит, что не правового государства, потому что существуют двойные контакты, и те же учебники обладают большими возможностями регулирования закона, трактования закона о свою пользу, чем обычные граждане. Значит, здесь я отметил, что российское законодательство является, значит, отметил декларативный, вернее, характер российского законодательства. Декларативный характер российского законодательства. Декларативный характер российского законодательства. Что также сказывается на правовой ситуации. Значит, что это такое? Это значит, что есть какая-то законодательная норма, она декларируется, а механизма реализации ее нет, не прописана в законе. То есть определенная норма декларируется, а механизма реализации при этом не предусмотрена. Вообще, в целом, российское законодательство характеризуется низким качеством, и те или иные законы принимаются, потом они возвращаются на пересмотр, потом у них вносятся бесконечные поправки и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот даже возьмите правила дорожного движения. В последние пару лет они менялись, значит, несколько раз. Да, и все новые и новые инициативы, как реакция на какие-то там события или инциденты. При этом те законы, которые существуют, их никто не выполняет, либо там достаточно сложный механизм реализации и так далее. Здесь сказывается тот факт, что в российском парламенте очень мало юристов. Можете это тоже отметить? В российском парламенте крайне мало юристов. Мы говорим, что низкое качество законодательства. И связано оно с тем, что юристов крайне мало. По сравнению с Америкой, по сравнению с Европой. Значит, в российском парламенте есть, у кого там только нет, там артисты, спортсмены, да, ну, с юристами, с теми, кто принимают законы, те, кто знают, что такое закон, как та или иная норма будет потом реализовываться. Вот с этим проблем. Время во всем зазывам Государственной Думы в российском парламенте и вот такие разы нет. По 15% юристов создали Государственной Думы. Там, мы говорим, прежде всего, законно-спорчество нормами власти. Значит, создали Государственной Думы 11-15% по разным зазывам. Для сравнения, в американском парламенте от 80% и выше процентов, европейских, чуть-чуть, там, более, 75-77%, но выше 70% в любом парламенте. Естественно, это очень бросается в глаза и сказывается на, конечно, качестве и последствии российских законов. Следующее, что также вы можете отметить, это высокий уровень коррупционогенности российского законодательства. Коррупционогенности. Есть более вульгарный, скажем так, термин взяткоемкость законодательства закона. Что это означает? Это означает, что многие законы принимаются таким образом, что в них существуют очень серьезные проделы, недочеты, которые позволяют чиновникам использовать этот закон в своих интересах. Почему он называется взяткоемкость? Это не такой термин, еще раз говорю, он не научный, конечно, но губернистический. Значит, любой профессиональный юрист, посмотрев тот или иной закон, он может сразу сказать, сколько того или иного закона чиновник может взять, в качестве взятки. Вот если в законе вы видите такие фразы, как по усмотрению, например, такая формулировка, либо, значит, то, естественно, это свидетельствует как раз о высоком уже коррупционогенности закона. Потому что если не прописано, кто усматривает и по каким принципам, это создает огромные возможности для чиновника усматривать в одном случае, в другом случае по другому. И все это будет совершенно законно. Вот представьте, что у вас в деканате существует правило отчисления. Но они приняты не вашим деканатом, приняты, естественно, университетом, но существуют определенные правила, где четко прописано. Студент отчисляется при различии двух-трех задолженностей, там еще второй пункт, третий пункт. И, например, четвертым пунктом было бы написано по усмотрению деканата. То есть, естественно, это создает возможность для деканата усматривать. В одном случае что-то усмотреть, в другом случае не усматривать. Вот интересно, что в новом законе вот такие же формулировки были, значит, по усмотрению, по необходимости, например, и так далее. Вот в новом законе о полиции, который был принят, и который очень широко обсуждался, вот когда эксперты его посмотрели, то они обнаружили, что вот такой термин, как по необходимости, там немножко другая формулировка, применяется в законе 29 раз. Значит, это создает, как раз является, в общем-то, достаточно большой проблемой уже для применения этого закона. Например, как это прописывается? Погреждение здравоохранения устройств при проникновении в помещение возможно, да, со стороны полицейских, если в этом есть необходимость. Причинять хозяеву имущественный ущерб нельзя без необходимости. Значит, соответственно, физическую силу полицейский имеет право применять, ну, по отношению гражданам, по необходимости в целях пресечения преступлений и правонарушений. Перекрывать дороги полицейские могут в целях создания необходимых условий для безопасного движения. Естественно, критериях необходимости, что такое необходимость, в законе нет, да, то есть это позволяет, в общем-то, чиновнику действовать по своему усмотрению, а не в соответствии с законом. И он уже, значит, заранее этим законом он фактически оправдывается, да. Также можете отметить, что в России, опять же, и это препятствует верховенству права, существовали и существуют неправовые законы, о которых мы с вами в прошлый раз говорили, то есть законы, которые принимаются не исходя из интересов всего общества, а исходя из интересов уже конкретных людей, да, узкой группы, например, населения, которые принимают закон исключительно в своих интересах. Вот ядчайшим примером неправового закона являются залоговые аукционы. Это самый яркий пример, к этому всегда приходят. Что такое залоговые аукционы, знаете? Залоговые аукционы. Значит, именно эти аукционы проводились в 1995-1995-1996 годах. Именно эти аукционы привели к тому, что в России появились миллиардные состояния, возникли так называемые олигархи. Значит, именно благодаря этим аукционам и, значит, вот этой норме, так скажем. Дело в том, что, как вы знаете, с начала 90-х годов в России начались процессы перератизации. В Советском Союзе вся собственность была государственной, и с начала 90-х начинают собственность из государственных переводить в частную. Вместе с тем, Государственная Дума еще в начале 90-х годов, по-моему, в 92-м году, приняла закон о том, что стратегические предприятия России не подлежат приватизации, не подлежат передачи в частные руки. Естественно, стратегическими предприятиями были, прежде всего, ресурсные предприятия, те же нефтяные предприятия. Значит, их нельзя было никак приватизировать, но очень хотелось. Значит, что придумывают три молодых человека, молодых банкира, пришли к господину Ельцину, президенту России, значит, с предложением, что у государства нет денег на выплату зарплаты пенсии, мы вам эти деньги дадим под залог акций предприятий, которые запрещено, как раз было приватизировано. Значит, этот залог они давали на год. Через год государство возвращает нам деньги, мы возвращаем вам акции. Не возвращая деньги, акции остаются у нас. Значит, список предприятий, естественно, прилагался, то, что хотели приватизировать и, значит, перевести в частную собственность. И в результате эти аукционы проводились. Значит, этими тремя людьми были, ну, известный вам, я думаю, Ходорковский, не менее известный, я думаю, тоже по тайне. Ходорковский был главой Минатепа, банка Минатеп, по тайне был главой Анахсимбанка, значит, и Смоленский, это имя, я думаю, мы уже ничего не говорим, да, Александр Смоленский был главой банка СБС Агра, и этот банк в 98-м году, он во время дефолта, значит, достаточно серьезные проблемы испытывал, после чего Смоленский реанимбрировал в Австрию, живет сейчас в Австрии. Вот, значит, втроем они вот предложили такую схему, значит, предприятие, первоначально на аукцион пошло 12 предприятий, значит, проводился аукцион, формально в нем могли участвовать все, кто захочет, но обычно был один участник, аукцион был достаточно формальным действием, то есть других участников мы регистрировали по, ну, совершенно, там, разным причинам, и аукцион проводил тот банк, которому впоследствии доставалось то или иное предприятие. Естественно, через год никто берет и вернул, да, и предприятие спокойненько перешли в собственном. Схема формальная, она законная, но на самом-то деле, естественно, что она не отвечает интересам ни страны, ни других групп населения. Значит, например, тот же Югос продавалось на аукционе 45% акций. Первоначально, значит, 95% первоначальная стоимость этого пакета акций оценили в 150 миллионов рубритовых долларов. Во время аукциона она поднялась до 159, значит, миллионов долларов. В 97-м году независимая оценка этого пакета акций 6 миллиардов долларов. То есть, естественно, что за бесценок, да, по-четыре. Были сначала миллионы 100 миллиардов, что ли? В смысле? В смысле? Или у нас в планах? Нет. Миллионы, 150 миллионов 45% акций оценили, за 159 миллионов продали, ну, фактически отдали под залог через гос. Решли собственности эти акции. Эти акции независимая оценка, и не государственная оценка этого стоимости, этого пакета акций 6 миллиардов долларов. То есть, в 97-м году уже никто ничего к нему не делал, просто их оценили. То же самое было с «Норникелем». Значит, «Норникель» перешел в собственные испытаниями от группы «Анекси». 51% контрольных пакет акций поставлялся на аукцион. 170, значит, миллионов первоначальная цена, 170 миллионов 100 тысяч продали, значит, 2 миллиарда независимая оценка этого пакета акций. Ну, и еще один пример, «Сибнефть» тоже участвовала в этом аукционе. «Сибнефть» 51% контрольных пакет акций передавался. Значит, первоначальная стоимость 100 миллионов долларов, в ходе аукциона повысилась до 100 миллионов 300 тысяч долларов, независимая оценка 5 миллиардов долларов. Вместе с тем «Сибнефть» первоначально переслежала Березовскому, потом она перешла на «Сибнефть» по наследству Абрамовичу. И Абрамович в 2005 году Роман Абрамович продает, но уже не 51%, а 73% акций «Сибнефть» обратно российскому государству за 13 миллиардов долларов. То есть купили за 100 миллионов и продали в конечном итоге. Часто государственная компания, да, то есть обратно Абрамович продал уже за 13 миллиардов долларов. В принципе, схема была абсолютно законной. То есть все эти, это не была приватизация, это были именно залог. А под залог государство не смогло отдать деньги, поэтому перешла в собственность. В общем, это все законно, но, естественно, не является это, сейчас механизм не является, безусловно, правовый вывод. То есть, по сути, это не правовый вывод. Значит, ну и, наконец, давайте поговорим о коррупции. Мы с вами говорили, что коррупция – это, безусловно, основное явление, которое препятствует верховенству права. Значит, мы с вами говорили о том, что коррупция – это был выкрепление положением, служебным положением своих личных интересов. Значит, что касается коррупции. Значит, в принципе, борьба с коррупцией, с коррупцией в России все очень плохо, я не думаю, что новость для вас, да. Значит, но борьба с коррупцией, несмотря на все это, не продолжается. За последние десятилетия не прерывалась ни на секунду. И огромное количество различных законодательных инициатив было. Первый вообще закон, который регламентировал поведение чиновников, создал еще в 92-м году Ельцин. Потом в 95-м, в 97-м годах Государственная Дума пыталась свой закон по коррупции провести, который, да, перед передачей СИП-нефть нефть нефть. Не так давно в Лондоне был суд, если кто-то из вас, может быть, и наблюдал, да, суд между Перезосным и Обработчиком, как раз по поводу передачи СИП-нефти. Значит, Белевский там пытался, значит, чтобы ему компенсацию выхватили за то, что он дал СИП-нефть. Лондонский суд решился в пользу Абрамовича. Вот. Значит, и что касается, 95-м, 92-м годы Государственная Дума выступила с инициативой создания нового закона, создания закона о коррупции. Их не расфиксировал президент. В 98-м сам Ельцин создал свой закон о коррупции, его уже не приняла Государственная Дума. С 97-го года чиновники должны заполнять декларации. При Путине была также очень новая инициатива, в частности, комиссии были созданы перед президентом России по борьбе с коррупцией, которая была расформирована в 2007-м году, потом в 2008-м ее вновь образовали. Значит, ратифицировали документы Совета Европы и ООН по борьбе с коррупцией наш парламент и так далее, и так далее. То есть было достаточно много инициатив, но вместе с тем это не улучшало ситуацию с коррупцией. И закон первый, можете отметить, что первый закон антикоррупционный был принят только в 2008-м году. Несмотря на все эти инициативы, первый закон, который прописал, что такое коррупция и как следует с ней бороться, возник в России только в 2008-м году. Это был первый закон Медведева. Первый закон Концидента Медведева. Значит, вообще, как оценивать ситуацию с коррупцией? Значит, про закон я еще вам... Сейчас мы его рассмотрим. Но для того, существует очень много рейтингов, которые показывают, как в той или иной стороне обстоят дела с коррупцией. Но самым распространенным и общепринятым рейтингом является рейтинг компании Transparency International, которые ежегодно публикуют рейтинг коррупционности тех или иных стран. Значит, это действительно компании, которые занимаются исследованием коррупции. Они проводят очень много исследований. Они очень много в каждой стране. Не только там одно исследование, но и отношение людей в судебной системе. И законодательство они исследуют. И, например, опрашивают бизнесменов, как работают они в той или иной стране. Обычно они, кстати, проводят опросы иностранных бизнесменов, насколько им комфортно работает. Потому что они более честно отвечают. Насколько им комфортно работают в той или иной стране. Значит, и они выставляют рейтинг. Рейтинг этот от нуля до десяти. И вот сейчас это его ноль. Это совсем плохо. То есть там уже ничего не осталось, кроме коррупции. Дети — это некий идеал. Там в стране уже нет вообще никакой коррупции. И, естественно, у нас были там в ажирных странах. Россия в этом рейтинге, начиная с 2006 года, она спускалась, спускалась, спускалась. С 96-го места переместились на 154-е. Но из 180, как правило, там в год 180-185 стран по-разному покупают. Сколько они смогут провести исследование в каком количестве ждать. В 2011 году, я отметила, 12-го года пока нет. Еще да, 143-е место. Немножко с 2010 года поднялись в этом рейтинге. Да. Что, по-моему, нельзя так сказать. Первое место, первое место — это там, где нет коррупции. А у вас не отец, а кто последний место стоит? Последний метр — это 180-е место, значит, у России рейтинг 2,4. Последние места — вот 180 стран в прошлом законе исследовали. А на последнем месте — Сомали. Ну, предпоследние места — это Афганистан, Мьянма, Северная Корея, Сомали. Сомали — один. В Афганистане, например, полтора. То есть, как же ты, ну, не так далеко. Что касается первых мест, то это стандартно. Они меняются иногда там, кто первое, кто второе место, но наборы этих стран не меняются. Первая десятка. Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Швеция, Сингапур, Норбекия, Нитерланды, Австралия, Швейцария, Ганада. Вот это страны самые некоррупционные. Это не значит, что это не коррупция вообще. Первые места — это 9,6, 9,5. Бывали случаи, когда будет 9,8. Ну, естественно, в любой стране есть какие-то проблемы. И, кстати говоря, недавно Финляндия была очень серьезная. Финляндия — одна из самых некоррупционных стран с высочайшим уровнем жизни. И там был очень серьезный коррупционный скандал, потрясший всех финнов, который долго обсуждался. Не только в средствах массовой информации, но и среди чиновников, в парламенте. Говорили о том, что в коррупции Финляндии все просто крайне плохо. Вот что-то надо делать. Смысл состоит в следующем. Значит, в Финляндии очень высокие цены на алкоголь и сигареты. И два таможенника припрятали у себя два блока сигарет, которые их поймали. Значит, вот этот инцидент обсуждал. Мы буквально, чтобы не сели две, очень серьезно, потому что больше что-то надо делать для этих коррупционных коррупция. Конечно, для них является серьезнейшим проблемой. Естественно, что коррупция есть везде. Любой стране существует какие-то моменты. Но на самом деле, что касается, например, таких стран, Штаты, Франция, Германия, они пониже в этом рейтинге находятся. Штаты на 24-м месте, Италия, например, на 69-м месте, Китай, например, на 75-м месте. Но все равно выше, чем, значительно выше, чем Россия. Вообще Россия в 2004-2005-м году была на где-то 80-е и 90-е места. И там была более приличная компания вокруг. То есть там были азианские страны, Индия, например, Казахстан. Сейчас по среднее время вокруг только африканские страны зачастую. То есть рядом находятся недели, Дога и Уганда. То есть у них тоже 2,4 рейтинг. Но это, конечно, не очень смешно, потому что, конечно, коррупция является сейчас системным унизлением в России, которая угрожает, в принципе, в целом, развитие страны. Причем нужно понимать, что коррупция принимает участие не только чиновники, которые рады брать взятки, но и граждане, которым просто легче решить те или иные проблемы. То есть здесь, конечно, две стороны и два участника. С другой стороны, граждане бывают вынуждены это сделать, но тем не менее. Значит, что касается закона о коррупции, антикоррупционного закона, который был принят, значит, какие меры у него были прописаны для того, чтобы решить проблему коррупции? Значит, во-первых, первое, что было предложено в этом законе, необходимость декларирования доходов чиновниками и членами их семьи. Необходимость декларирования доходов чиновниками и членами их семьи. Значит, вообще, как я уже сказала, декларировать доходы чиновники должны были еще с конца 90-х годов. В чем здесь новаторство было? Оно состояло в том, что не только чиновники, но и семья чиновников должна декларировать доходы. Члены семьи чиновников должны декларировать доходы. Вместе с тем, когда закон только обсуждался, семья понималась очень широко. Когда он был принят, семья сократилась до двух категорий членов семьи. Кто должен подавать декларации? Можете отметить. Это супруг либо супруга чиновника. Вместе с чиновником должны подавать ежегодно декларации, причем они публично, их можно посмотреть и так далее. Это супруг либо супруга и несовершеннолетние дети. Несовершеннолетние дети. Потому что для чего это делается? Для того, что чиновник не только может записать на себя какой-то незаконно нажитое имущество, но и, безусловно, на детей или родственников и так далее. Но, к сожалению, в эту категорию попали только супруги и несовершеннолетние дети. Почему несовершеннолетние дети? Естественно, ребенок еще ничего не зарабатывает, безусловно, но на него можно записать квартиры, машины и так далее. В эту категорию странным образом не попали совершеннолетние дети, безусловно, чиновников. И самая основная категория, на которую обычно записывают чиновники, свое имущество. Кому доверяет человек больше всего? Родителям. Ну, себе понятно, что доверять. Но не все всегда на себя можно записать, да? А, значит, родителям. Родители не попали в эту категорию, хотя чаще всего не мужья, мужем, а именно на родителей. Все-таки это запасно записать на родителей. Они не попадают в эту категорию, причем, безусловно, что, в принципе, декларации чиновников, всех абсолютно депутатов, чиновников, министров и так далее, вы можете посмотреть в интернете, они выложены. Зарплаты у наших чиновников, какое имущество они имеют, они там все это, значит, публикуется. Машины, квартиры, счета в банках и так далее, и так далее. То есть граждане могут в это посмотреть, эту информацию, и, да, могут иметь это представление. Зарплаты российских чиновников крайне, ну, если брать, значит, не такие высокие, а, значит, в среднем это 3-4, если брать высший уровень президент, премьер и главные министры, 3-4 миллиона в год рублей, естественно, получают. То есть это порядка 200 тысяч, там, 300, ну, чуть-чуть побольше тысяч месяцев, да? Значит, естественно, причем многие чиновники у нас забывают его по ружаме и без квартир, и без машин и так далее, да, что, конечно, достаточно странно. Ну, например, у президента Путина, у него, там, не такое большое имущество, но, в частности, у него есть два автомобиля, значит, было два автомобиля, над которыми все смеялись всегда, да, в декларации, а я не помню, там, газ, не помню какой, да, а, значит, 63-го и 66-го годов отпуска, да? Не так давно, пару лет назад он купил мифу, и все вот в интернете об этом писали, что, ну, вот так хорошо обновил свой автофар, но, тем не менее, значит, естественно, что декларации не дают общей картины вообще. А что ты знаешь, что ты делаешь? Что, наверное, декларации было в покупках? Вместе с тем, все время говорится о том, что нужно, конечно, смотреть на расходы чиновника. А у нас поднимался вопрос о том, чтобы декларировать расходы, но, так, в практике нет ни в декларации расходов. Достаточно, в принципе, проверка деклараций, это очень простая вещь, да, достаточно сравнить несколько деклараций чиновника и спросить, где он, например, взял деньги на покупку того или другого, или члена его семьи. Например, очень часто, если у вас, ну, этим вопросом, к сожалению, никто не задается, если брать, значит, налоговые структуры. Например, вдруг, там, чиновник получает зарплату, и вдруг он покупает квартиру стоимостью, там, я не знаю, автомобиль, стоимостью, там, 3 миллиона рублей, да, возникает вопрос, где он взял деньги. И налоговые структуры во всех странах, они, безусловно, должны задавать этот вопрос и задают этот вопрос чиновникам. Он должен это обосновать. Допустим, наследство ему досталось, то есть он должен предъявить бумагу, не на то, что он на то, что он деньги получил. Либо он откладывал в течение, там, не знаю, 20 лет на этом автомобиле и так далее, да. А в российской практике такие вопросы не возникают, если есть очень серьезные стыковки в декларациях, на них никто не обращает внимания, на самом деле. Если брать уже применение этого закона. Второе, что в этом законе также предусматривалось. Порядок получения подарков чиновниками. Порядок получения подарков чиновникам. Значит, по этому закону, первоначально стоимость подарка, которую может чиновник получить, равнялась 5 тысячам рублей, сейчас 3 тысячи рублей. Стоимость подарка чиновнику. Значит, что это за цифра? Значит, естественно, чиновнику нельзя приходить к простому гражданину и приносить ему подарки на 3 тысячи рублей. Речь идет об официальных мероприятиях. В ходе которых, например, едет в командировку, встречается с другой делегацией с другой стороны, чиновнику дарят подарки. Значит, если стоимость этого подарка, предмета этого, меньше 3 тысяч рублей, чиновник может забрать ее себе. Это подарок, вернее, может забрать себе. Если больше 3 тысяч рублей, он должен либо возместить государскую стоимость, например, оценили в 10 тысяч рублей, а чиновник очень хочет взять себе, значит, 7 тысяч он может совместить и забрать, либо он оставляет это в пользу государства. То есть он оставляет это в государстве. Значит, еще раз повторяю, что просто приходить к чиновнику, значит, с какими-то подарками, да, в общем-то запрещено. Значит, естественно, что на практике, опять же, здесь же задают вопросы. Сейчас существует огромное количество политических комиссий по поведению, там, госслужащих, которые должны быть все в моменте проверять. Но и в любом случае, если чиновник приезжает, еще раз говорю, с подарками, он должен сдавать эту комиссию, они ее оценивают, они оценивают эти подарки и, соответственно, потом либо он к себе забирает, если стоимость меньше, либо нет. С другой стороны, ответьте, что, значит, абсолютно никак не прописано в законе посленные выплаты, подарки, так называемые чиновнику посленные, которые обязательно должны прописываться в законодательстве, в России, к сожалению, в законе не прописаны. Значит, что такое подарок? Ну, то есть вы приехали, вам подарили картину, я не знаю, айфон, как подарили медведеву, да, например, или что-то еще, да? А косвенные выплаты, например, чиновник едет отдыхать, к примеру, и авиаперелет первым классом ему оплачивает какая-то компания. Это косвенные выплаты, они должны, естественно, в законе должно это все только прописываться. В российском законодательстве, по пищи, где-то взятки. В российском законодательстве это не прописано. Чиновник идет в ресторан. В любой стране европейской он должен предоставлять обязательно счета за свои, естественно, значит, за свой обещан, он сам, допустим, в карте рассчитался, да? Опять же, за него рассчитывается кто-то, опять же, это взятка. Более того, они прописываются, например, такие вещи, как выступления чиновников. Чиновники могут ездить и выступать с лекциями, в личные какие-то выступления, ну, и с лекциями, например, на какие-то предприятия и так далее, давать субсидженную оценку. И, соответственно, эти действия чиновника тоже должны оплачиваться. Но, опять же, в любом законе европейских стран Америки указывается предельная выплата чиновника, например, за лекцию, за публичное какое-то выступление. В Америке она не может превышать 2000 долларов. То есть, если чиновник приехал на предприятие и выступил с лекцией, то, соответственно, выплата не может превышать 2000 долларов. В России это общепринятая практика 90-х, 2000-х годов. То есть, чиновник едет на предприятие, какое-то частное, оформляется это все как лекция, например, или две лекции для работников этого предприятия. Гонорар составляет, например, 100 тысяч долларов. То есть, естественно, что это взятка. Либо чиновник публикует книгу. Был скандал в свое время с Чубайсом и компанией, там несколько таких было авторов, три или четыре автора, я уже не помню, они в 98-м году издали брошюру, вернее, издали книгу о фермеризации в России. Каждый из них получил донорар по 150 тысяч долларов за эту книгу. И когда вдруг, значит, как раз там были выборы еще президента и так далее, значит, и возник вопрос, где эта книга? Ее никто не мог найти. В результате, значит, на пресс-конференции через несколько дней они выступали и принесли вот брошюру, вот там, 10 листочков, да, которые уступили с варгами за это время, значит, и представили эту книгу, за которую вот был такой гонорар. То есть, фактически, это тоже получение взятки. И все эти вещи должны обязательно прописываться в законе, да, чего нет, если мы берем российское законодательство. Следующее, это конфликт интересов. Конфликт интересов. Можешь вопрос? По подарку? Да. Если, например, ну, как вы сказали, что для оценки, надо сдавать оценку в оценку в комиссию. А если, допустим, мне подарили машину с чеком, где 1 рубль прописал? Нет. То есть, если есть конкретные председательства? Нет, во-первых, никто не дарит с чеком, да. Вот. И, естественно, есть рыночная стоимость этого предмета, которую вы должны оценить, да. Вам могут, допустим, приехали в Германию, вам подарили машину, да, где написано 1 евро стоимость этой машины, например, да. Вы приехали в Россию, естественно, ее можно оценить, и она не стоит, естественно, не составляет ее стоимость. А вот может быть так, чтобы было накуплено на вторичном рынке за эти цены и подарено? Ну, и чиновники не покупают, поверьте мне, на вторичном рынке. И не дарят друг другу, значит, во-первых, вообще, что касается машины и так далее, это, ну, это не никогда такие подарки, но это большая редкость, да, что такие подарки были подарки. Кстати, ну, можно же как сделать, я с другом договорился, он купил машину за 2 миллиона 700, например, я ему поддал 400 тысяч, как бы, ну, от кухи продажи и вуаля. Машина дорогая, по деньгам мало вышло. Нет, ну, понятное дело, что вы можете это оформлять, вы уже мне предлагаете схему, как это можно выделить. Это в отличие России, безусловно, да, то есть сразу там запискому человеку там в голову не придет, да. Вот, но на самом деле, для чего эти комиссии существуют? Чтобы этих вещей не было. То есть в любом случае даже если 400 тысяч, да, если вы говорите о подарках, то 3000 рублей, и, как вы понимаете, слишком маленькая сумма, чтобы дарить автомобили, значит, и так далее, да. Другой вопрос, что вот тот же айфон, который подарили Медведеву, значит, вот не было информации, выплачивал ли он за него деньги, потому что то, что он им пользуется, это да, это факт, вот, но выплачивал, он стоит тоже не 2000 рублей, понятное дело, да, но выплачивал ли он за него деньги, это другой вопрос. Не забывайте, что это норма, да, а здесь вариантов, может быть, и фантазия работает у чиновников, не хуже, чем у вас, я думаю, у российских, да? А за чиновникам встыкается закон? Ну, естественно, а после кого вы еще хотите? А, если вы, то есть, на вымоприятие какое-то, зараживаясь в условии, а потом мы с главным сентябцером попили это пополам, это первые нарушения? Нет, это безусловно нарушения, конечно, это нарушение закона вообще-то, когда вы все делаете, не проводите документацию в чистом виде, да, все это оформляете как же неформально. Но другой вопрос, что вы, как обычный гражданин, вы подаете декларацию, вы, например, значит, естественно, ваша декларация есть в налоговых органах, если они не возникают, это к вам вопрос, они могут это проверить, но ваша декларация публично в интернете не будет находиться, да, и, соответственно, граждане не имеют ни доступа, и вот вся разница, чиновник, он и публикует эту декларацию. А что на самом деле происходит, ведь, да, и другие доходы, конечно, вызывается мнение, что наших чиновников доходы, например, 3 миллиона рублей, там, в год, да, эти вопросы, они, ну, и журналисты, и там эксперты, ловят чиновников, ну, буквально на все, значит, на этих несоответствиях, когда президент России, например, Путин, и стоимость его часов, так же, как стоимость часов Медведева в свое время оценивали, если часов его жены составляет, там, более 50 тысяч евро, да, например, то возникает вопрос, причем Путин, он, безусловно, давит всем часы, значит, он, то, значит, куда-то закатает эти часы, там, что-то, значит, начинает строительство, он туда бросит эти часы, то, какому-то рабочему он подарит часы и так далее, да, и возникает вопрос, как он может иметь 5-10 часов, какой стоимость, именно, ту зарплату, которую он получает, да, естественно, вот эти вещи, они и чиновникам, и личное лицо, и его доходы, и его расходы, они более очевидны для граждан. Вы можете проводить определенные махинации на свой страх и риск, безусловно, да, но, естественно, это тоже незаконно, если вы что-то с ним-то пилите. Нет, опять же, в смысле одного подарка, одного предмета, да, то есть вот подарок подарили, не может превышать 2 тысячи, значит, опять же, в законе не прописано, сколько подарков даже в день может получать чиновник, вот это не прописано, и сколько дней в году он может получать, допустим, он 10 подарков там может получить за граждан, но не в общем, да, значит, это не прописано в законе. Другой вопрос, что еще раз говорю, что вот представьте, вы, значит, чиновник, сам, например, вы работаете, вас отправляют там на, значит, обмен опытом, к примеру, там, в Италию с итальянским чиновникам, вы приезжаете в парламент Италии, и вам в парламентарии, естественно, есть какие-то неформальные, значит, неформальное общение, обеды там и так далее. Они вам дарят ваши делегации, может быть, лично вам, дарят, например, ну, я не знаю, что там, могут подать, ну, разум, бывает дарят картины, бывает дарят оружие, бывает дарят еще что-то, да, то есть, естественно, вот этот предмет, который вам подарили, вы включаете и оцениваете, вот и все, но, в принципе, количество подарков, оно законом не регулируется, может быть, 300, 400, 300. Ну, это все публично обычно, нет, ну, вы понимаете, вы сейчас придумываете те вещи, как у половинства, это у нас взойдет, да, такая, у нас есть у половинства, которая показывает наличие права в России, да, как раз, потому что есть норма, безусловно, есть нарушение в норме, и она не всегда выполняется, но вы уже тут полную гамму, что, как можно сделать, да, значит, и как можно тут вывернуться, и здесь на чиновники укрывают, наверное, и другие выплаты получают, так далее, да. А то есть автомобиль можно как в подарок комплект авто зачасти, да? Вы список своих предложений заставьте, да, застраивайте, да, как можно, что можно с ним делать. Да. Ну, в принципе, да, то есть, ну, естественно, что государственные, ну, они не совсем государственные служащие, они бюджетники, но, в принципе, естественно, ну, законом этим не распространяется, но, в принципе, значит, естественно, что если вы приходите, ну, опять же, здесь вопрос, да, ну, фактически, если мы берем европейский контекст, да, если вы придете по врачу с коробкой конфет, значит, то, в общем, это взято, на сути дела, все равно, никто у вас эту коробку не возьмет, да, а если, например, с меня, если вы приходите в Россию к учителю, там, кому-то с коробкой конфет, с бутылкой, я не знаю, коньяка, да, и так далее, то есть это вас не рассматривается как благодарность, даже, ну, там, начисто, хотя, в принципе, значит, это, в общем-то взятка, он не имеет права принимать вот такие подарки, но, опять же, если брать практику российскую, то за коробку конфет или за что-то, и честно, что, ну, и когда принимается закон, ну, кстати говоря, вот, что касается чиновников, сразу же возникает вопрос, а если чиновник пришел, поблагодарил, ну, коробку конфет, шоколадку подарил, ну, что ж, такое преступление, а, что в связи с коробкой конфетом? Вообще человек не может, не должен приходить чиновнику по закону, приносить ему подарки, но, опять же, чиновник неформально остановится, ну, более не должен получать подарки, без слов, Нет, в жизни он должен получать подарки, конечно, родственники могут ему подарить, но, вот, опять же, говорю, что определенные культурные особенности накладывают влеченную закон, и получается, в общем, в законах одно, на практике другое. Потом не забывайте, что, опять же, я говорю, еще раз повторяю, что здесь существует два участника, безусловно, да, то есть и граждане, и, вот, интересный случай рассказывал, значит, в свое время поздно, известный российский журналист, он говорил, значит, он встретил свою знакомую, она, ну, значит, занимается бизнесом в Москве, и она ему рассказывала, как плохо все, значит, с коррупцией, значит, как вымогают кругом деньги, и так далее, и так далее, и так далее. Потом зашла речь о другом, и она ей говорила, что собралась в бассейн пойти, да, а для того, чтобы пойти в бассейн, нужна справка от терапевта, да, и нужно пройти флюорографию. Женщина, она занятая, проходит ей некогда, она пришла ко врачу, значит, и 100 рублей положила, и попросила его, значит, выписать эту справку, да, и она ему же говорит, что он сволочь не взял, значит, заставил ее проходить флюорографию, да. То есть, естественно, вот в одной ситуации человек возмущается, да, в другой ситуации ему проще это сделать, и он совершенно не понимает вообще, в чем здесь проблема, да, хотя и то, и то, это взято. Вот, поэтому, в принципе, ни чиновник не, там, не должны принимать никаких подарков, но они должны не знать, что они не принимают. Значит, 24 декабря, да, то есть 31 декабря, да, то есть 31 декабря стоит, да? Так, конец церкви, конец церкви, не успеем, вот. Значит, 24-го, следующий понедельник, будет контрольная работа. Мы с вами говорили о том, что на контрольной нельзя будет уже пользоваться. Нельзя. Нельзя, да? Поэтому я не заранее представляю, что нельзя пользоваться ничем, да, надо готовиться, соответственно, два вопроса будет, максимум 20 баллов будет за контрольную работу. А кто здесь? А кто? Нет, кто? Крутые вопросы на решение. Ну, конечно, нет, теста не будет. Два вопроса, да. Потом еще лекции будут? Ну, в смысле, 10-го, да, еще лекции, 17-го. Я успела все проверить, все в конце, все проверили, все почитали, и все, да, дошли. Все, спасибо. Зависит от того, как мы начали работать. Тест нам будет. Ну, это уже нет, пожалуйста, в конце... Некогда. Некогда. Так, что у тебя... А лучше, пап, с вами есть? Нет. Нет. Ну да, не больше. 10-й. Они большие, 10-й. Усоль. Что? Заня. Нет. 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 Давайте продолжим. Третий пункт этого закона, который вызвал такое уборное обсуждение, это конфликт интересов. Конфликт интересов. Проблема конфликта интересов. Самая основная атернационная проблема, ее пытались в этом законе решить. Конфликт интересов. Что такое конфликт интересов? На самом деле взятка, это не самая главная проблема коррупции. Давно уже никто не ходит с чемоданами денег и не так много дарит подарок чиновникам. Существуют совершенно другие механизмы, и главный из них именно конфликт интересов. Отметьте, конфликт интересов, что это такое? Это ситуация, при которой личная заинтересованность чиновника Личная заинтересованность чиновника влияет на объективное выполнение своих должностных обязанностей. Личная заинтересованность чиновника влияет на объективное выполнение своих должностных обязанностей. Личная заинтересованность чиновника влияет на объективное выполнение своих должностных обязанностей. То есть в силу своих личных интересов чиновник не может по тем или иным причинам объективно выполнять свои обязанности чиновника. Эта ситуация очень распространенная, и именно она является самой главной и самой основной проблемой коррупции. Ну, давайте я приведу пример конфликта интересов, да, и вы можете в этом тоже поучаствовать. Давайте кого-то спросить. Так, давайте вас подзовут. Василиса. Василиса, рядышком. Лида. Так, значит, девочки у нас заканчивают физический факультет, и одна из них, Василиса, например, да, у нас становится частным предпринимателем, а Лида у нас становится налоговым инспектором для окончания физического факультета. И, например, в один прекрасный день, Лиде надо проверить предприятие Василисы. Может она это сделать объективно? Да. Смотри, как это вообще. Любовь быть объективно, она сделать не может. Значит, допустим, дружили, знакомы, до сих пор дружат и так далее, да, то есть есть некая личная заинтересованность, есть некие личные интересы, не объективность чиновника. Что должна сделать Лида? Она должна прийти к своему, вот по этому закону, она должна прийти к своему начальнику и сказать об этой ситуации. Значит, эта ситуация решается очень просто, потому что другого крупного инспектора назначит проверить предприятие, на этом все закончится, да. Но если окажется, что у Лид везде друзья, вот все частные предприниматели Екатеринбурга и ее друзья, то она в принципе не может объективно выполнять свою полномочия, ее необходимо уволить из органов власти, и она не может работать чиновником в результате, да. Значит, о чем здесь идет речь? Вот это и есть консликт интересов. Значит, например, чем занимается мэрия Екатеринбурга? Она выдает подрядов на строительство. Чем занимался сын мэра Екатеринбурга Чернецкого? Строит. Ее зовут Атинбурга. Он активно занимается строительством, да. Яркий пример конфликта интересов. Мэрия бросит, там, выставляет на тендер, значит, необходимо переложить весь город Екатеринбург плиткой, да. Значит, соответственно, кто этим занимается, кто получает этот заказ? Опять же, сын мэра, да. Вот это конфликт интересов. Чем занимался мэр Лужков? Опять же, подряд на строительство. Жена мэра, чем занималась Лужкова? Активно занималась строительством. И эти примеры, то же самое было при Матриенко, когда она была губернатором, ее сын тоже, значит, лидер по строительству в Санкт-Петербурге, вот, и так далее, да. То есть, вообще, все родственники наших чиновников в всех регионах, они активно занимаются строительством, в основном, кстати говоря, строительством, именно, значит, главная сфера интересов. То есть, в этой ситуации, либо мэр должен уходить со своей должности, либо его родственники не должны заниматься, естественно, той деятельностью, которая пересекается с деятельностью человека, чиновника, я имею в виду, мэра. Естественно, что эти конфликты, они повсеместны, но, на самом деле, несмотря на то, что в законе прописана именно такая процедура, что если чиновник, его деятельность, на самом деле, родственники занимаются таким же видом деятельности, то, безусловно, он должен быть уволен. На практике этого не происходило еще не раз, чтобы по конфликтным интересам уволили чиновниками, именно в связи с конфликтом интереса. И, наконец, последнее. Отметьте, что в этом законе, опять же, предусмотрена конфискация имущества. Впервые после советского времени вернули конфискацию в законодательство, в закон о коррупции. То есть, если чиновник доловит на коррупцию, то его имущество могут конфисковать. Но, опять же, когда закон разрабатывали, то речь шла о полной конфликации имущества. Но, когда закон был принят, то появилась такая формулировка, как конфликация за доказанные факты коррупции. То есть, и это, конечно, формулировка играет на руку чиновникам. То есть, если чиновника ловят на взятки, вот он получил тот самый автомобиль, который не прописал его стоимость, то конфискует автомобиль. Доказанный факт коррупции. Все остальное имущество чиновника в этом случае не подвергается сомнению, пока не доказали, что оно тоже было получено незаконным путем. То есть, вообще, если на практике, если принимается закон о конфискации, то, как правило, конфискуют все. То есть, чиновник должен знать, что если его ловят на взятки, то он теряет все имущество. В российском, опять же, законе существуют очень серьезные ограничения, которые связаны с доказательствами фактами коррупции. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что этот закон принес все-таки, и, по крайней мере, прописаны какие-то механизмы. Но то, что они не всегда действуют, и тем более они положительно не сказываются на ситуации с коррупцией, это тоже факт. Следующее, что мы с вами рассмотрели, хватит уже говорить про правовую ситуацию, верховенство права, значит, следующие пункты мы коротко уже рассмотрим. Значит, то, что касается автономности общества. Автономность общества. Нельзя сказать, что, значит, мы говорили, что автономность общества это самостоятельность общества, готовность общества работать на институтах гражданского общества, в гражданских институтах, организациях и так далее. Но, с одной стороны, автономностью, скажем так, проблем существует с автономностью общества в России, потому что государство, как мы говорили, пронизывает все сферы жизни человека, а зачастую и регулирует так или иначе. Но, с другой стороны, вы можете отметить, что в последние годы как раз усиливается тенденция к самостоятельности граждан, к их способности объединяться для решения каких-то проблем. И, как показывает ситуация, например, с тем же Курском, говорю, в Крымском, значит, что граждане организуются зачастую намного быстрее и лучше, чем у органов власти. Курском, говорю, что граждане России не способны вообще к автономности, потому что вы независимо создавать институты гражданского общества, это, конечно, неправда. Другой вопрос, что государство зачастую препятствует просто созданию этих институтов. И, значит, отметьте, что также независимость общества, это связано уже с третьим пунктом, в котором мы рассмотрим частная собственность, значит, автономность общества также препятствует социальное расслоение, которое существует, социальное расслоение, о котором мы с вами сейчас более подробно уже поговорили. Значит, третье, отметьте, вот как раз частная собственность, как и другой элемент гражданского общества, и отметить, что введение частной собственности в России, введение частной собственности в 90-е годы, процессы приватизации как раз, не привели, к сожалению, к развитию социального сотрудничества, солидарности граждан, а именно сотрудничество и солидарность граждан является основой, что здание ocxон на институтах гражданского общества. Значит, введение частной собственности не привело к социальной справедливости, социальному сотрудничеству граждан, солидарности граждан, а наоборот, привело к повышенной конфликтности и социальному расслоению. Социальное расслоение является на сегодняшний момент глобальной социальной проблемой России, которая как раз препятствует становлению институтов гражданского общества. Чтобы оценить степень социального расслоения, обычно существует такой критерий. 10% доходов самых богатых граждан сравнивают с 10% доходов самых бедных граждан. Разница не должна превышать 5-6 раз. То есть 10% доходов богатых мы сравниваем с 10% доходов самых бедных граждан. И разница не должна составлять более 5-6 раз. Правда, такая разница существует только в странах Северной Европы, где действительно, можно сказать, что социалистические отношения и социализм построят страны, как Финляндия, Швеция, Норвегия и так далее. Где нет очень богатых и нет очень бедных. Где граждане более-менее между собой как раз равны. А это только страны Северной Европы. А значит, что касается Соединенных Штатов, то это примерно 8-9 к одному. То есть там достаточно серьезное расслоение Германии 7-8 к одному. Так же и Франция. Значит, Россия официально 15 к одному. Это данные правительства России. Официально 15 к одному. Неофициально 30, 35 и так далее. А чьи это неофициально? Да, 10% самых богатых и 10% самых бедных. А неофициальные данные это чьи данные? Что? Неофициальные данные это чьи данные? Ну, равных из тех же Института социологии, например, Российской Академии Науки, других исследовательских центров, которые занимаются проблемами социального расстояния. Вот, например, как раз вообще по социальному расстоянию не так много исследований. И последнее такое качественное исследование было проведено как раз в Институтом социологии Российской Академии Наук. Они разделили все общество России на 10 слоев, на 10 страт. Значит, первые два слоя, но они ранжировали, естественно, по доходам, если мы говорим о социальном расстоянии. Два слоя, это 21% населения. Первая и вторая страта. Значит, это люди, которые находятся за чертой бедности. За чертой бедности это 21% населения. Из этих 27%, как написано в этом исследовании, 70% не могут удовлетворить те основные базовые потребности человека в одежде, питании и жилищных условиях. То есть, значит, следующее, третье страта, да, третий слой. Это балансирующие на грани бедности. Их 17%. То есть, люди, которые не в состоянии поддерживать традиционный, значит, образ жизни и, значит, для того или иного ребенка. Как правило, если мы берем по финансово, то он рассчитывается, ну, берется там корзина подлюбительская, то есть зарабатывать на это или нет, да, больше дохода или меньше доходы. Четвертое. Четвертый слой. Это малообеспеченные. Это 24% населения. Малообеспеченные. Это минимально приемлемый уровень жизни для того или иного региона. Потому что разница Москва – это один регион, там, я не знаю, Пермский край, там, сейчас, да, совершенно другие доходы, совершенно другие, немножечко, уровень жизни. Дальше с пятри по восьмой слой. Это, ну, значит, группу. Это средние слои. Средние слои. Мы с вами в прошлый раз говорили про средний класс. Это средние слои населения. Они очень разнородные. Их примерно 33%. 33%. Из них активное население, это то, что называется сегодня средним классом, выставляет порядка 20-22%. Это, там, 30-40 лет, достаточно высокий уровень доходов. Но, опять же, тут я говорю, от более таких средних до уже, ну, более высоких, да, значит, доходов. А, значит, почему это активное население? Потому что не все люди, которые относятся к средним слоям, у которых достаточно высокие доходы, они что-то производят, они работают. А в России сейчас сложился целый слой изучения, его тоже плохо он изучен, еще социологи сейчас активно занимаются. Это те, кто живут на ренту. Например, такие люди, людей достаточно много в Москве, когда у человека, например, 2-3 квартиры, он либо работает, может быть, у него небольшая зарплата, но при этом сдает 2 остальные квартиры, получает ренту, естественно, и живет на эти деньги. И, в целом, доход у него достаточно высокий. Значит, но к активному населению обычно относят, естественно, те, кто занимается какой-то деятельностью, это малый-средний бизнес и так далее. Девятое, девятый слой. Это богатые, богатые, их 5 процентов, 5 процентов. Значит, что такое богатые, по мнению вот этого исследования, это, опять же, средняя по стране. Да, вы понимаете, что это относительные цифры. Но это 2,5 тысячи долларов, средний доход на тушу, ну, на каждого члена семьи. На каждого члена семьи 2,5 тысячи долларов. От 2,5 тысячи долларов. Это 2-3 места проживания, это 2-3 автомобиля на семью. Кто относится к блокадам? Это 2-3 места проживания, 2-3 автомобиля. Возможно, проживание за границей, да, там, допустим, дом. От 2,5 тысячи долларов на каждого члена семьи. Не то, что кто-то получает в семье 2,5 тысячи долларов, а каждый член от семьи 4 человека в семье, например, муж с женой и двое детей, на каждого члена семьи от 2,5 тысячи долларов. Приходится в месяц. Естественно, в месяц, естественно, да. Значит, естественно, что, когда мы ведем речь о Москве, доходы там выше, 2,5 тысячи долларов на член от семьи, это не богатство. В Москве там идет разговор от 5-6 тысяч долларов в месяц. Если мы говорим там о других регионах, то, может быть, даже и меньше где-то это значит доходы, поэтому я говорю, что средние. И десятый слой – это супер-богатые, супер-богатые, их настолько мало, что они даже в выборку зачастую попадают, то есть там меньше процентов, 0,2, 0,1 процентов. Десятый слой – грустно, да. Это супер-богатые. То есть это уже миллиардное состояние. Но, опять же, она, эта группа совершенно не изучена, потому что определить, кто попадает за исключением списка форм, достаточно сложно, да, кто попадает в эту группу. Хотя, если брать, есть косвенные различные исследования, которые показывают, что, опять же, длинную долю не составляет и в богатых, вот этих 5%, и в супер-богатых, конечно, чиновники. Значит, естественно, что подобная структура общества, она не способствует солидарным отношениям, очень сильное расслоение. Еще раз говорю, что если мы берем те страны, где вот наблюдается пропорция, так, 5-6, разрыв, да, то здесь речь идет о том, что здесь нет вообще супер-богатых. И богатые, они тоже по своим доходам не очень отличаются от средних слоев, и бедные также не очень. То есть нет бедных и нет богатых. Всем людям обеспечивается достаточно приемлемый образ жизни и уровень жизни. Например, вот если мы берем Финляндию, там действительно вообще до последнего времени, вот кризис последних лет, он способствовал тому, что в Финляндии появились миллионные состояния. А так налоговая система устроена таким образом, что стать миллионером в Финляндии практически невозможно. То есть прогрессивная шкала налогообложения, когда более 50% доходов богатых перечисляются, естественно, государству на то, чтобы формировать различные социальные программы, помогать малоимущим. И поэтому человек, даже если он не работает в Финляндии и в других европейских странах, он получает достаточно много, достаточно хорошее обеспечение для того, чтобы начать вести нормальный образ жизни. Считается, что человек должен быть защищен. Социальная функция государства состоит в том, чтобы защищать человека и, соответственно, обеспечивать ему нормальный образ жизни. Мне кажется, когда такие условия, они рождают новую проблему. Абсолютно верно. Зачем я буду работать? Ежедневенчество, ежедневенчество. Сейчас основная проблема Евросоюза, если мы говорим о социальных программах, которые предлагает Евросоюз. Потому что, безусловно, когда государство поддерживает, ну, например, вот я приведу опять же пример Финляндии, да, человек, например, зарабатывает приличные деньги, ну, он получает порядка, к примеру, 5 тысяч, там, до евро, да, за вычетом очень высокие налоги, за вычетом у него остается, значит, 2-3 тысячи евро, да, и человек, который не работает, он получает, может получать пособие, там, 700 евро, при этом ему компенсируют на квартиру, ему компенсируют, там, значит, льготы есть по социальному, медицинскому обслуживанию и так далее, да. Причем, если, опять же, работнику повышают зарплату, например, если финляндия ему получает, повышают зарплату на 100 евро, да, то в итоге, переходя на новые, ну, более высокая становится зарплатом, более высокий налог. В результате человек получает на руки меньше евро, прибавки, потому что все остальное изделяется налогами. Естественно, человек просто не заинтересован в том, чтобы получать больше денег и так далее, да, то есть, естественно, что вот эту проблему ухеренчества, это порождает. Вообще, интересно, в Финляндии, здесь немножко времени я расскажу вам, а, значит, в Финляндии есть такая система, вот если человек, вот это работает не только в социальное обеспечение, не только по поводу собственных граждан, в социальные сады, например, я это не призываю делать, конечно, приезжает кто-то из вас в Финляндию и подает документы и просит об убежище, у меня что, убежище, что вы просите, где там вас преследуют и так далее, и так далее. Вы просите их на жительство в Финляндии, да? Значит, вы подаете документы в, естественно, в органы власти. Бюрократия Финляндии, как и в любой европейской стране, достаточно сложная, ваше заявление будет рассматривать в порядках двух лет, как правило, происходит достаточно долгий процесс. Эти два года вы же не можете работать, вы живете в ожидании, соответственно, лишения властей страны, да? Дадут они вам вид на жительство или не дадут? Значит, эти два года вы получаете квартиру, которую вам оплачивает правительство, естественно. Вы получаете пособие, потому что вы же не можете голодом сидеть эти два года, а пособие там, еще раз повторяю, очень высокие, и вы два года спокойненько себе там живете. Через два года они, как правило, в 99% случаев отказывают, но ни рассмотреть они не могут. А, значит, соответственно, через два года вам идет отказ, и вас за свои же, за деньги, опять же, финского государства, депортируют из Финляки, и вы не можете, если вам года пошили отдохнуть, и это схема заезжих и погулять. А второго, наоборот, на второе взгляд. Ну, что? Нет, вам уже отказали, естественно, нет, уже даже не будут рассматривать. А если вы выходите замуж за Фина, вы имеете право на место жительства в любом случае, да, то есть там уже неважно, где жительство, где жительство, где жительство, да, если не имеет значение, да, то есть замужество. Интересно, что, вот, отличие, опять же, финской системы состоит в том, что родственниками там являются только супруги и, по закону, только супруги и дети. Родители не родственники, не близкие родственники в Финляндии. И поэтому в 18 лет, когда человек уже становится совершеннолетним, прийти, вот, мама или баба прийти в университет и спросить, а как он учится, мой отпрыск, да, узнать, никто, никакой информации, а это 17 лет он еще в школе учился, потому что он долго, достаточно, порядка 12, что ли, 13 даже лет обучения в школе. Прийти в школу и узнать, как учится мой сын, никто не дашь никакой информации, потому что он самостоятельный человек, он вырос, ему 18 лет, он к вам не имеет уже никакого отношения. Хотите, спрашивайте у него, не хотите, это уголовно наказуемо. Нельзя гражданине, который, значит, сообщает какую-то информацию, не к близким родственникам, родители после 18 лет уже не близкие родственникам. А если у 18 лет, она женщина, да, начинает сбор в школу, и до 18 лет, они все там не женились. Ну, конечно. Вот, сейчас мы с вами с вами. Нет, он может жениться, но в таком возрасте его брак не вступает, конечно. А вы не дадут помогать? Нет. Ничего. Более того, имущество родителей, как правило, облагается, как, допустим, в завещании, ну, в смысле, как наследник, да, ребенок, он, естественно, выступает наследником, облагается очень высоким налогом, чтобы получить имущество родителей после, допустим, их смерти. Как правило, дети многие даже не обращают, потому что, значит, это слишком высокий налог, и слишком очень обременительно это, и, если, вот, либо пользуются плохо, либо, ну, если малолетние, то да, так проще. А совершеннолетние дети, там, может, можно. Ну, если дети не покупают, то государство, там, согласно. Ну, государство обнает, ты шпатье, кстати, берет? Нет, ну, вещи-то никто не запрещает, я имею в виду, уже, имеется в виду. Слава, он не может жить? Нет, 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 не обещают, идет речь. Идет речь о доме, о квартире, об автомобилях, и так далее, да? Либо остается, там, улица угонутся, потом продавать, и так далее. Если нет наследников, если никто не предъявляет свои права, чтобы предъявить права, нужно заплатить огромный налог. Поэтому, в общем, это не имеет смысла. Вот, значит, так, дальше, последний, давайте, запишем. Поэтому, ну, европейские страны, они, конечно, тоже отличаются. Каждая страна, да? Вот интересный еще момент, просто, для того, чтобы пропагать их и беды. В Финляндии это уникальный случай, опять же, просто, зная, хорошую ситуацию там. Уникальный случай, и таких государств я больше не знаю в Европе, потому что обычно штрафы за нарушение, значит, правил дорожного движения берется фиксированно, да? То есть, превысили скорость, там, жестокие в Европе штрафы. Ну, например, превысили скорость, там, больше 20, это уже очень периодное нарушение. Допустим, ваш штраф может составить 300-400 евро, в зависимости от страны. А в Финляндии, для того, чтобы не было этого разрыва между богатыми и бедными, штрафы берутся в зависимости от доходов человека. То есть, вас устанавливают, например, работники ГИБДД за нарушение, ну, да, полиции, да, все-таки, за нарушение, что, там, превысили скорость, посадитесь в машину, ваши данные заводятся, ну, вот нарушения заводятся, выводятся, вернее, все ваши данные по вашим доходам, забивается туда ваше нарушение, и система быстренько считает, сколько штрафов, у одного человека за одно и то же нарушение будет штраф 300 евро, у другого будет 3000 евро, в зависимости от дохода, да. Это все открыто, я еще раз говорю, полицейский, он останавливает и садит, и, допустим, у них там документы списывают уже руки. Нет, в компьютере все это есть, забивают просто декларацию, забивают нарушение, и сама система уже считает, что такой штраф человек записывает. Ну, да, потому, ну, это еще не принято, Медведев высказал такую инициативу, опять же, за вхождение в пьяном металл. Мне там даже сказали, превысение скорости, тысячи не сплошные, и что-то еще. Да, 50 тысяч отдал, что-то еще. Ну, мы сами просто разговариваем, в том, что, кстати говоря, на сей день Прокоров призвал президента России заплатить, ой, премьер-министра, я не верю, не верю, не верю, не платить самому, это очень правда. Вот, мы с вами в прошлый раз, я, по-моему, пример этот приводила, он видит, он сам штрафы не платит, да, а граждане будут, конечно, опублировать этот вопрос. Так, значит, и последнее давайте запишем, что касается демократической, ой, гражданской культуры. Мы говорили с вами, что четвертым элементом касается наличия гражданской культуры. Значит, опять же, здесь нельзя сказать, что этой культуры нет вообще, но существуют очень серьезные противоречия внутри общества относительно режима, относительно политической системы, то есть нет единства в обществе по отношению к системе власти, нет доверия в обществе, к власти, нет доверия к системе той же выборов и так далее. Конечно, это тоже не сказывается положительно на всем разбитии гражданского общества. Все, разбитие гражданского общества в России. Так, мы с гражданским обществом все, будем начинать на ту тему. Так, значит, в следующий раз, еще раз, контрольная, с самого начала по гражданскому обществу. Тоже мы успели пройти за это время, да? Мы не будем проживать в обществе. Ну, вот гражданскому общество последнее, чем...